Новый образовательный стандарт Давайте с ней попробуем разобраться, а что такое этот самый стандарт Три предмета, в скобках 4, говорят чиновники от Минобразования, будут обязательными для всех Это физкультура, ОБЖ, Россия в мире и, оказавшийся в скобках, индивидуальный проект С первым физкультурой все понятно Если в каждой школе будет работающий спортзал, да еще инвентарь Да вдруг к этому и квалифицированный учитель физкультуры Польза этого обязательного предмета очевидна С остальными хуже ОБЖ предмет с момента введения в школьную программу не очень понятный Ведут его в школах люди случайные Говорят о вещах либо очевидных, знакомых ребенку с раннего детства, либо странных Будто бы мы все еще продолжаем готовиться к ядерной войне Предмет безвредный, только непонятно почему обязательный Россия в мире По поводу этого обязательного для всех предмета, который должен в сжатой форме изложить историю, географию, общество знания, экономику и право Сказано немало жестких слов Но дело даже не в частностях Вдумайтесь только Все эти предметы в одном флаконе Комиксы для дураков Наконец четвертый, который обязателен в скобках Это полумифический индивидуальный проект В тексте документа подробно птичьим чиновничьим языком расписаны его цели и задачи Ну и только В переводе на русский это больше всего похоже на институтский курсовик или диплом Странно, почему диплом пишем уже в школе Но положим приемлемо С обязательными закончили Еще 6 предметов ребенок может выбрать из списка Добровольно Всего в списке предметов 18 Там еще надо понимать Каждый из предметов можно изучать на трех разных уровнях Интегрированный это по верхам Базовый уровень это базовые есть И профильный уровень это углубленное изучение предмета Я вчера показала сыну-семикласснику список предметов И он выбирал из него 6 Решил все 6 выбирать профильного уровня Из блока филология выбрал русский язык и литературу Это раз При любой профессии надо знать и русский язык, и литературу Из блока иностранный язык Сын захотел два языка Английский Это понятно, куда сейчас без английского А второй, чтобы и мозги тренировать, и с людьми общаться в разных странах Из блока общественной науки География берем Экономика берем Право тоже нужно Стоп, уже 6 Причем до самых интересных сыну предметов Математики и физики Мы еще просто не добрались Начинаем сначала Отбрасываем второй иностранный Я выучу сам, говорит сын Отбрасываем все общественные науки Тоже сам выучу, настаивает он Из блока математика берем Математику и информатику С русским и одним иностранным Уже 4 На два вакантных места Надо было записать как минимум Физику, химию, биологию И хотя бы парочку из общественных наук В итоге пазл у нас не сложился Никак не получилось выбрать то, что сыну хочется учить А что с другими предметами Сверх этих шести Их учить можно? Александр Кондаков, руководитель группы Разработчиков нового стандарта На вопрос этот ответ и не дает Мол, по решению школы Возможно за дополнительную плату Будут ли учителя Свободные классы Какова будет плата за эти занятия Эта задача с огромным количеством неизвестных В сухом остатке получается вот что Часть детей из 12 миллионов российских школьников Не сможет выучить никаких предметов Кроме положенных им шести Просто потому, что денег у родителей не хватит Потому что такой у нас теперь стандарт Всеобщего среднего образования Если ребенок занимается по новому стандарту То выбирать профессию ему придется примерно в начальной школе И свободы изменить выбор у него не будет уже никогда Поскольку школьных основ по предмету у него не будет И если даже ребенок останется верен совсем своей ранней мечте И станет, например, доктором То доктором он будет, скорее всего, не умеющим грамотно писать по-русски Не знающим литературу и историю А филолог будет не способен к логическому мышлению Потому что не тренировали ему мозги с детства И плохо будет ориентироваться в окружающем мире Знаете, такой подход очень напоминает программу По которой британские колонизаторы учили детей в Индии Ровно настолько, чтобы те могли выполнять назначенные работы Соратники Гитлера сочиняли подобную программу Для обучения порабощенных славянских народов Почему так случилось, что российских детей Собираются учить по рабским стандартам Кто нас завоевал? Чьей колонией стала Россия?